Вот о городах справедливо говорят, что они являются зеркалом эпохи, зеркалом страны, зеркалом местности. На многих наших уральских городах лежит отпуск эпохи Петра I, а не именно в это время, когда дремучая бородатая матушка Русь превращалась в Россию молодую. Но есть у нас два города, которые стоят как бы особняком. Они появились гораздо раньше. Один сыграл большую роль в открытии ворот в Сибири, второй становится центром ямского промысла. Такими городами у нас являются город Верхотурья и город Туринск. Один появился в 1598 году, второй в 1600. То есть на два года он помладше Верхотурья. Ну а Верхотурья почти 150 лет называли неустанными воротами в Сибирь. Городок этот возник почти одновременно со стенами крепости монастыря. И расти, и будем развиваться, как произошло это со многими десятками старых русских городов. Благо находился он на той столбовой дорожке, удобной, короткой, которую составил среди уральских дебрей. И посадский человек, крестьянин Артюшка, сын Бобинов. Но жизнь распорядилась по-своему. Через каменный пояс пробилась другая дорога, более короткая, более удобная. И городок остановился в своем развитии, замер, засох, как замерзает после майского коварного морозца, будто он обещавший выбросить невиданной красоты цветок. Но городок этот в столетиях не утратил свое имя, Верхотурье. И он у нас единственный на Урале, сохранил элементы старорусского градостроительства. Там сохранился до сих пор единственный на Урале кремль. Это самый последний и самый маленький российский кремль. Верхотурье у нас по праву называют патриархом уральских и зауральских пограничных с Сибирью городов. И вот с историей этого города мы сегодня с вами познакомимся. Прогуляемся и по территории Кремля, увидим жемчужину Верхотурья Свято-Троинский собор. Побываем в Свято-Николаевском мужском монастыре, приложимся к мощам Симеона Праведного, Верхотурского чудотворца. Познакомимся с храмами, которые на территории мужского монастыря имеются. Экскурсию нам проведет православный экскурзавод. Из музея Верхотурья. Поэтому даже те храмы, в которые попасть простые, туристы и паломники не могут, поскольку они закрыты для посещения. Мы с вами сегодня в них побываем. Так что детально познакомимся с историей одного из первых уральских и сибирских монастырей. Свято-Николаевских. Ну и, конечно, вы можете приложиться к мощам Симеона Праведного. Ну и потом, там достаточно святынь, есть еще мощи, поэтому потихонечку вас проведут по храмам, скажут, как правильно прикладываться, как правильно ставить свечи. Так что сегодня мы и подготовленными приедем, я тоже вам расскажу немного о святынях этого монастыря. Ну и, вернее, о святынях Верхотурья. Потом мы с вами после мужского монастыря, ставные пушкари, опальные стрельцы, значит, паяки после стрелецкого бунта, это все в заречной части. Ну а в Ямской Слободе здесь ямщики занимались дворничеством к содержанию постоялых дворов и Ямской гонтой. Здесь Натата родился и провел отроческие годы. Первый комиссар труда города Екатеринбурга Иван Михайлович Малышев. Поэтому хотели, дом сохранился, где он родился, поэтому хотели даже создать его музей. Ну, у нас поменялась политика, поэтому музея нет, зато имя его носит детская библиотека и начальная школа. И вот с левой стороны, чуть впереди, мы видим памятник Малышеву, а с правой стороны, вот в этом тополинном стверике, памятник Ленину. Он когда-то стоял на главной площади, прямо перед Свято-Троицким забором. Это единственный храм, у которого никак не могли сорвать кресты. И трактором Белоруссию пробовали, не получалось. Выстояли они. Поэтому Ленин обычно на всех открытках стоял на фоне крестов Троицкого собора. С левой стороны и с правой, это Калачинский пруд, речка Калачик. Там на возвышенности это дом Гришки Распутина. И дом для приема высоких гостей. И вас туда сегодня, Наталья Никифоровна, поведет. Дом этот практически восстановлен. В 2010 году, когда его кто-то вывезли в 2007 году в музей, и дом стоял бесхозный. Ну и кто-то поджег его. Никакого нету даже, вот видите, честно. Потому что мы с вами дольше будем заходить. Ивана Грозного у нас начался наш город в 1598 году, где Кремль никуда погибла. Это место как раз с этого камня и начался наш город. А так как это место было языческое практически, вернее всего, что город начался у нас от Федора Ивановича, сына Ивана Грозного. А Ивана Грозного при нем присоединена была Сибирь. А Сибирь зачем была присоединена? Для того, чтобы был торговый путь, можно было выйти к морям. У нас не было выхода нигде ни на юге, ни на севере. В связи с этим так случилось, что здесь сходятся два пути. Сухой и водный путь. До нас идет только Сухой, через Юральские горы, а дальше только водный. Все у нас и скалы, и скалы, и скалы, и все, уже ничего тут не сделаешь. И земля эта была практически не населена. Стояла глухая, непроходимая тайга по обеим сторонам реки Татуры. Ничего здесь абсолютно не было. Местами незначительными жили Вагулы. Вагулы это место населения Южной Манси, будем так говорить. Совершенно языческое время. И православия здесь никогда не было. И приходит сюда по благословению, опять же, царя Бориса Годунова. Приходит сюда черный монах. Он не монах, даже священник Иона. Но монах. Монах-священник. И приходит сюда для чего? Для того, чтобы начать посеять семя православия здесь, вот на этой земле. И вот где-то на этой будочке, где вот у Райска, вот видите, у нас охранная будка стоит. Примерно где-то в этом месте за ней. Отвоевал у Тайги часть, значит, участка. Поставил келью, может быть, там свою еще, конечно, часовенку. Ну, потом уже были и деревянные, но он потом ушел через некоторое время. Начал здесь, вот это вот начало дал нашему монастырю. И это сейчас наш монастырь занимает 11 листа, что равняется половиной площади Московского Кремля и одной третьей части Ватикана. Вот так большой такой у нас монастырь. На его территории находятся у нас 4 храма, было 5. На кладбище его уничтожили во времена колонии, здесь колония была. Игуменский корпус, вот этот исторический. Ну, мои хорошие, кто-то у нас, если был раньше, знаете, там музей находился на первом этаже. Он сейчас находится на первом этаже, на сокольном вот крестовоздвиженского собора. С 10 часов он у нас работает. И желающие, если кто может, может посмотреть там, если вы захотите пройти. У нас есть два братских корпуса. Один заглядывает там между храмом и вот и гоночным корпусом, а один еще у нас за вот этим храмом. И гостиница вот там, видите, гостиница под зелененькой крышей такой. Это конец 19 века, начало 20 века уже. Ну и само собой иконная лавка вместе вот с этим вот нашим храмом, куда я вас сейчас буду приглашать. Вообще наш монастырь в несколько таких этапов у нас было, чтобы потом, как говорится, не путали ничего. Начало 1604 год. В 1704 год переносят мощи святого праведного Симеона из Меркушина к нам сюда в монастырь. Зачем переносят, вы сами знаете. Невозможно было туда попасть, не было дороги. А водный путь занимали только корабли торгующие. Поэтому, естественно, а как попасть? Попасть-то хотели, с лук-то пошел. И все сто лет, значит, там почти после начала нашего монастыря, мощи были, конечно, явлены в 1692 году, были явлены мощи Симеона Праведного Меркушина. Поэтому вот их перенесли только в 1704 году, 12 сентября, по старому стилю, по нашему 25 сентября. Вы знаете, что у нас праздники Симеона Праведного какие? 25 мая, 25 сентября и 31 декабря, когда мощи были обретены. Вот 31 декабря, и мы нарушили их помощи, будем так говорить, и делись. Ну, это вы там все, Меркушина, посмотрите. Следующий этап наш был такой. Когда у нас уже монастырь жил по классам, первого класса он всегда был, поэтому, сами знаете, что если классы есть, значит, какое-то там определенное, выдают денежное там, значит, так сказать, смету какую-то и все. Сами они ничего не могут предпринимать, кроме партии. И Московский Синод, когда обеспокоился тем, что к нам очень большой поток идет паломников к Симеону Праведному, и дорога-то ушла, она уже на Екатеринбург в середине 18 века, а паломники к Симеону-то нисколько не меньше осталось, все больше и больше. И вот они были обеспокоены тем, что монастырь-то не развивается практически, ему как бы не дают развиваться, и он им дает свободу. То есть, каким образом? Посылают сюда валаамских монахов, чтобы они сделали из нашего монастыря общежительный монастырь, не только общежительный монастырь, чтобы только как бы сами они жили уже самостоятельно, но еще и чтобы они сделали образец, из нашего монастыря, образец всех монастырей России, ну, тогда отчизна звали. Чтобы все монастыри отчизны нашей равнялись на наш монастырь. Вот зачем пришли сюда монахи с валаамов в 1894 году. С этого года начался у нас другой расцвет совсем нашего монастыря. Следующий этап был построение нашего огромного храма, доминантного крестовозвиженского собора, вот за этим маленьким храмом мы видим с вами, мы в него пойдем, конечно. Он у нас был построен в 300-летии дома Романовых. Только перед этим в 1904 году отметили 200-летие нашего, вернее, 200-летие перенесения мощей и 400-летие нашего монастыря. И решили вот как бы это, ну, что ли, чем-то отметить это нужно было. И не только потому, что надо было строить для этого большой храм. Паломников было столько, что не могли уже вмещаться они вот в эти храмы. И преподобный Ареф, который мы вот сюда пойдем, он все говорил, братья, стройте большой храм, ожидается бум паломников. Ну, мы отдельно потом о нем поговорим. Действительно, в 1913 году, когда был построен вот этот огромный наш доминантный храм, от 120 тысяч паломников, крестовозвиженский вот там вот собор самый большой такой, от 120 тысяч паломников и более стало посещать нашу Абитинь. И следующий этап у нас был таким. Началась революция, сами понимаете. Здесь у нас поселились кого только не было, и красногаммейские курсы, и чего такого вообще не было. В конце концов, 1935, там было смырнение мощей, естественно, Семена Праведного. В общем, изгнание отсюда монахов сначала, потом их всех отправили в разные места, в ссылки. И вы знаете, когда уже настал 1935 год, здесь поселили колонию для несовершеннолетних мальчиков. И она у нас находилась до 1990 года. И когда вот в 1990 году началось восстановление, возвращение вот с его имущества храмом, церквям, сюда приехал наш Тихон Затёкин, тогда молодой, красивый, я говорю, молодой, красивый, умелый, штукатурм-алярин по образованию, приехал сюда восстанавливать этот монастырь. Он сам вызвался. Сейчас у нас в Нижнем Новгороде архимандрит уже, и у него тоже там уже полный стыд. И вот когда он сюда пришел, понимаете сами, что что тут было? Колонию вывели, и все, что там от нее осталось, это все осталось. Начиная с колючей проволоки, заканчивая чашками, ложками одежды и всем, все это здесь было. И, конечно, крамы наши были в таком ужасном состоянии, что где там молиться-то? Как их восстанавливать так быстро? Ничего же не было тогда, сами понимаете, кроме желания тогда только восстановить. И вот они вместе со товарищами начали восстанавливать вот этот храм, надбратный храм в честь Семена Богоприимца и Анны Пророчицы. Кстати, вот о храмах. У нас все храмы имеют свою архитектуру. Вот это русский кокошник, то есть нижняя часть, где вы ходите, это на головку одевается. Богато упрашенный русский кокошник. Посмотрите, какие веселечки. Здесь у нас кружева, там повыше... У нас есть камень самоцветная, наверху кика, главка, то есть. То есть мы в нее, конечно, пойдем прямо сейчас поедем. У нас есть камень самоцветная, наверху кика, главка, 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 главка. Он над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Господи, помилуй! И на канонарх положил поклон, и тот час затих колокольный звон. Господи, помилуй! Господи, воззвал! Сенор! Сенор! Возгласил! Канонарху хор! Сложено вторым! Господи, помилуй! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идите, идите, не страшно. Идите, идите, не страшно. 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 Золотой, нужно ли вам это золото лжи, поверь, вам, лопызающим личный покой. Белые церкви светлеются издали, плава весная, они именой. Белые церкви светлеются издали, плава весной, плава весной, плава весной, плава весной.